В бизнесе нет универсальных рецептов, но к нам приходят люди, которые создают, развивают бизнес в России и несут персональную ответственность за свое дело. Мои собеседники сегодня на рынке недвижимости работают более 9 лет и вместе работают уже 5 лет. Владимир Байгильдин, Атарий Садов, президент и генеральный директор компании CP Capital. Сначала традиционный блиц-опрос, короткие вопросы, короткие ответы от каждого из вас. Ваше самое ценное качество как руководителя? Ну, я думаю, что я очень демократичный руководитель и в нашей компании, наверное, иначе быть не может. Я считаю, мне сотрудники доверяют. Окей. Если спортивный болельщик, за кого болеете? Я долгое время занимался дзюдо, потом другими видами борьбы и в свое время очень болел за Федора Емельяненко. Я болею за женскую футбольную команду CP Capital. Об этом поговорим подробно. Есть любимая книга о бизнесе или книга, которую могли бы порекомендовать? У меня нет. Финансист. Драйзер. Финансист. Деньги любите? Да, конечно. Да. Умеете признавать ошибки и извиняться? Умею. Да. Финансист. Работать или вести бизнес с друзьями можно или нельзя? Я считаю, можно и даже нужно. Но если друзьями становишься в бизнесе, то, наверное, это идеальное сочетание. С друзьями как с друзьями. С друзьями детства я бы не вел бизнес. Кем вы хотели стать в детстве? Вы не поверите. Лесником. Лесничем. Я хотел быть дегустатором на шоколадной фабрике. Ну, для ребенка вполне понятно, почему. По вашему мнению, в бизнесе есть разделение на мужчин и женщин? Я считаю, всегда есть разделение на мужчин и женщин. Но это не значит, что кто-то лучше, кто-то хуже. Но это разделение есть. Я боюсь вести бизнес с женщинами. Я не знаю, как с ними работать. В компании же есть женщины-руководители? Они больше наши партнеры. Я бы не... Ну, я веду, конечно. Мы ведем бизнес с женщинами-руководителями в других компаниях. Ну, я всегда очень осторожен с ними дела веду. Непредсказуемые они. Назовите, пожалуйста, пять слов, которые характеризуют вашу жизнь. Очень сложно. Гармония, спорт, бизнес, семья. Поиски любви. Характеризуют мою жизнь. Дети, женщины, бизнес, Москва и в целом мир. Теперь по существу. Несколько фактов о компании CP Capital. Международная инвестиционная компания, предоставляющая услуги на рынке недвижимости. Специализация Street Retail. Ну, понятно, рестораны, магазины и так далее. Основана в Канаде в 2000 году, с 2006 года. Головной офис в Москве. Есть представительство в Лондоне и Ванкувере. Ну, вопрос, на самом деле, будет первый про создание. Основана в Канаде. Потом головной офис оказался в Москве. Как так получилось? И что сейчас? В 2003 я переехал из Канады в Россию. И в 2006 мы создали представительство канадской золотодобывающей компании в России. Но с тех пор все так поменялось. В 2008 году золотодобывающая компания CP Capital практически перестала существовать в России. Мы параллельно занимались недвижимостью. И сегодня мы самостоятельно российская компания. Несмотря на то, что один партнер россиянин, другой канадец, мы российская компания. Мы независимы от канадской компании. Вот так все и случилось. То есть познакомились вы в 2006 году? Ну, наверное, даже чуть позже. Наверное, в 2007. Как происходит разграничение полномочий? Кто за что отвечает? У нас нету какой-то жесткой структуры в компании. У нас компания достаточно небольшая. В плане сотрудников у нас около 30 сотрудников на сегодняшний день. И я скажу, что большую ответственность, конечно, за то, где мы сейчас и где мы будем... Чего достигли. Да, чего достигли, да, и чего достигнем, наверное, в будущем, несет Владимир. Потому что он... Его у нас компания, и я лично называю человек-оркестр. Он, на самом деле, прекрасный руководитель, он очень трудоспособный человек. Все правильно? И во многом талант. Я навожу шум, а Тарик в некоторых местах успокаивает. Да, я иногда успокаиваю. Я больше работаю с документами, больше с сотрудниками. У нас есть... Вы больше на стратегию. У нас нормальный баланс. Да, у нас отличный баланс. Да, если бы не было этого баланса, наверное, я бы уже полетел в космос. Да. Не знаю, вернуться бы. Сейчас компания CP Capital занимается только недвижимостью. Это основной фокус, я правильно понимаю? Да, мы стараемся фокусировать свой бизнес на недвижимости. Если мы посмотрим на структуру вашего портфеля, то как бы вы его разделили по долям между основными услугами, с точки зрения выручки? И что из направлений наиболее маржинально и интересно для развития? Ну, у нас... Можно, да? Да. У нас основное направление – это продажа, именно брокеридж, продажа торговых помещений формата Street Retail. Как правило, уже с арендаторами, то есть арендный бизнес. Но бывают также сделки в других сферах, но это все связано с московской недвижимостью. Но основное – это арендный бизнес. Второе направление, которое мы сейчас активно развиваем, – это брокеридж внутри Москва-Сити. Мы находимся в Москва-Сити, мы были одни из первых арендаторов именно брокерских компаний в средневижимости Москва-Сити. И это очень перспективное направление, в котором работаете и работаете. Но Москва-Сити тоже продажа и аренда. Да, продажа и аренда. Также мы одно время достаточно активно сами покупали торговые помещения формата Street Retail. Где-то недооцененные активы, где-то иногда проблемные активы покупали. Вот, в принципе, и все. Потом у нас был где-то около года перерыв, вот последний год, в силу разных причин. Но в первую очередь в силу того, что рынок был очень сложный, очень непонятный. Но сейчас рынок оживает, и я думаю, к концу года или даже сейчас мы опять активируемся. На сайте написано, что это инвестиционная компания, о чем я сказала вначале. В чем именно инвестиционная специфика, что ли? Мы отличаемся от большинства брокерских фирм тем, что мы являемся сами инвесторами. И мыслим как инвестор. И мы работаем с портфельными инвесторами, для которых собираем портфели. То есть нам доверяют инвестиции. Мы не просто брокеры. Кто клиент? Ну, в основном это физические лица, которые заработали свои деньги в конце 90-х, в начале 2000-х. То есть это люди, состоятельные, состоявшиеся от 40 до 60 лет. Это наш портрет клиента. А вы не думаете, что как раз эта целевая группа, она в России по понятным обстоятельствам ограничена, и ее инвестиционный ресурс уже осуществлен? Нет, я думаю, что с этими товарищами еще работают точно лет на 10. Мы не стесняемся с их детьми работать уже. Потому что капитал переходит от отца к сыну. Такие случаи тоже есть. Я правильно понимаю, что работа осуществляется только в Москве? В области, ну и в области, да. В области тоже у нас бывают сделки. В регионы мы смотрели до 2008 года, и даже офисы там открывали. Но в 2008 году все поменялось, регионы не пришли в себя еще. Как вы оцениваете с точки зрения инвестиций и с точки зрения аренды возможностей московский рынок сегодня? Это очень интересный рынок. Он волатильный, и в кризис появляется очень много замотивированных продавцов. Мы приходим к ним на помощь. Ну и, естественно, преследуют свои корыстные цели. То есть для брокеров, в это время для брокеров и для спекулянтов это очень хорошее время. Знаете, вот классически, ну я бы сказала, что московский рынок, это же, конечно, рынок покупателя. Сегодня да. Но с другой стороны, цены на недвижимость в Москве и в аренде, и в продаже, они практически, ну так, если очень грубо, не меняются. Нет, они очень сильно просели. Особенно аренда. В разы. Сегодня, сегодня... И это хорошо для рынка, потому что приходят новые игроки, те же рестораторы и так далее. Посмотрите, сколько ресторанов открывается каждый день практически. А закрывается сколько? Ну это всегда. Они закрываются в любые времена. Один из десяти выживает. Но сегодня можно найти помещение по нормальной цене. Если там два года назад снять помещение под бизнес было крайне дорого. Насколько вы для себя, как компания, CP Capital, чувствуете конкуренцию на рынке? Кого считаете конкурентами? И что вы назвали основными своими такими сильными конкурентными преимуществами? Ну у нас... Мы стараемся не называть конкурентов конкурентами. Мы стараемся их называть наши коллеги. Хорошо. Коллеги, партнеры. Потому что бывают, конечно, и мы сталкивались. Нет, я в данной ситуации не про столкновения, а... Ну я понимаю. Я наоборот хочу сделать трейлеранс в сторону наших коллег и конкурентов. Очень есть много компаний, очень хороших, очень профессиональных, с которыми мы с удовольствием сотрудничаем. И я думаю, с нами тоже с удовольствием сотрудничать. Но наше отличие от конкурентов и от коллег, я думаю, именно в том, что у нас мало компаний, я не знаю, одна-две другие компании, они специализируются именно на арендном бизнесе, на продаже арендного бизнеса, на инвестициях в арендный бизнес. То есть большинство компаний, они занимаются всем и арендным бизнесом. У нас же есть определенная специализация, и мы в это верим. Благодаря чему вы расширяетесь? Ну, инерции. В первую очередь инерции, конечно. 9 лет, вы знаете, это уже срок, и сейчас реально... Поезд, который активно идет о всех парах. Да, уже просто по инерции к нам приходят люди, которых мы раньше уговаривали с нами работать, сегодня они все идут к нам, уговаривают нас работать. Ну, мы просто очень активны. Мы по-прежнему, хоть к нам и 9 лет, мы по-прежнему молодая, растущая компания. И наша энергия не иссякла. О других параметрах вашего бизнеса после перерыва. Вы смотрите «Бизнес по существу». Мои собеседники сегодня Владимир Байгильдин и Атарий Садов, представители, руководители, основатели компании TP Capital. В первой части программы мы проговорили, что компания была основана в Канаде Владимиром, потом при приезде его в Москву компания стала российской. В партнерстве появился, развивается активно именно брокеридж на рынке недвижимости. Это коммерческая недвижимость. Основной, по факту, единственный уклон – это Москва. Из проектов, прежде всего, коммерческая недвижимость, есть «Жилая», «Стрит-ритейл» и «Москва-сити». Прежде чем перейти к «Москве-сити», я еще спрошу по поводу конкуренции. Вы в первой части не ответили на этот вопрос. Все-таки брокерских компаний на рынке недвижимости много. Да, компания работает на рынке давно, но все равно есть какие-то ключевые. Почему приходят к вам? Есть компании-монстры на рынке на московском. Там работает в разы больше сотрудников, но там уже качество теряется. Мы не стремимся становиться огромной компанией и не хотим конкурировать с ними. Мы в своем сегменте однозначно лидеры, причем уже в двух сегментах точно, «Стрит-ритейл» и «Москва-сити». И мы не стремимся в сегменты, которыми занимаются эти монстры. Зачем с ними конкурировать? И они все прекрасно знают, что в этих сегментах мы лидеры и периодически к нам приходят за партнерством, приводят клиентов, мы делаем совместные сделки. Поэтому как такового конкурента у нас в этих сегментах, в двух основных сегментах нет. Я так понимаю, что исходя из концепции, которую Владимир рассказал, в свое время появился круглосуточный сервис закрытого консьерж-клуба «Сипи Кэпитал». Я понимаю, когда консьерж-услуги предоставляет «Правит-бэнкинг». Все-таки определенный сегмент. Они не справляются, к сожалению. Как это появилось у вас? Мы на повторных клиентах основные деньги зарабатываем. Смотрите, стрит-ритейл – это не квартира, где ты купил и живешь в следующие 10 лет. Это инвестиционный продукт, а инвесторы инвестируют ежегодно. Сколько лояльных клиентов? Ну, скажем так, что есть несколько крупных портфельных клиентов, которых мы обслуживаем из года в год. Ну, порядка 10. Да, и там есть, ну, я думаю, около 100 клиентов, которые нам лояльны, которые из года в год к нам возвращаются. И вот мы их и обслуживаем. Но, естественно, не все звонят, не все используют меня, скажем так, в таких целях. Но мы с удовольствием всегда поможем. И любой вопрос решим. Мы помогали устраивать детей в балетную школу в Лондоне, в которую сложно попасть. Мы разные задачи выполняли, бесплатно. А как вам это удается? Связи. Я, ну, по крайней мере, я о себе сейчас говорю. Да, я человек коммуникабельный, я человек из 90-х, можно сказать. Я зацепил 90-е в Советском Союзе. Тогда было все на связи, все через блат. Вот я у своего отчима, на самом деле, и у своей мамы научился. У меня всегда, хоть мне было 17-18 лет, у меня всегда был столик за резервированным лучшим рестораном в городе. И друзья мне звонили, я всегда для них это делал. И с тех пор, реально, я практически в любой европейской стране могу позвонить другу. Ну, я жил в Канаде, у меня паспорт без визовый въезд в любую страну практически. И почти везде есть друзья. В любой стране могу позвонить и попросить что-то для меня сделать. По поводу «Москва-Сити», насколько понятно, что раз вы предлагаете именно этот объект, этот сегмент, вы считаете его перспективным? Какие возможности у этого объекта? Какова его инвестиционная привлекательность? И что вообще, чем интересно «Москва-Сити» сегодня на рынке? Сегодня на рынке интересно тем, что много очень качественных предложений. И цена-качество, по-моему, по нашему мнению, достаточно, на сегодняшний день уже неплохое. Говоря курсу доллара, в принципе, потому что рынок находится в кризисе, на сегодняшний день. А почему это привлекательно, почему это может быть привлекательно? А некоторые осуждают, каким образом? Что понастроили много небоскребов, сотни тысяч, миллионы метров. Кому они нужны? Как оттуда выпрыгивать, когда будет пожар? Да, сейчас кризис, пожары. Ну, пожаров, я надеюсь, не будет. Но от этого никто не застрахован? Да, от этого никто не застрахован. Но есть такое понятие, как синергия. И в этом плане конкуренции Москва-Сити нет в деловом плане и в общественном плане. Почему? Потому что потихоньку большинство крупных компаний приезжают из бизнес-центров, из других качественных, отличных бизнес-центров в центре Москвы, на окраине столицы, в Москва-Сити. Это и госкомпании, и полугоскомпании, и компания, связанная с недвижимостью, с энергетическим сектором, с IT. А следом за крупными компаниями следуют компании среднего уровня, небольшие компании, у которых бизнес связан непосредственно с их клиентами или с их партнерами, более крупными компаниями. И я уверен, что когда, ну, через несколько лет, когда большинство башен или все башни уже будут достроены, введены на эксплуатацию, там будет создан уникальный бизнес-климат. Сколково-2? Москва-Сити-1, скорее. Сколково еще рано, Сколково слишком... И тут там, как, ну, слово говоря, некий стартаповский кластер, да. Ну, Москва-Сити, Москва-Сити, я дополню, Москва-Сити недооценен. И говорить о пожарах, ну, это, скорее всего, люди несовременные, они точно не наши клиенты. Это для мобильных людей, это центры для мобильных людей, для деловых людей, у которых есть апартаменты в Лондон-Сити, Москва-Сити, в Гонконге, в Сингапуре и так далее. Ну, то, что свой микроклимат, бизнес-микроклимат, и можно делать сделки, спускаясь на лифте, там, с 20 этажа на первый. То есть ты встречаешь там... Думаете, там они друг друга знают? Мы там живем, мы там находимся, и мы делаем эти сделки в лифте, ну, образно говоря. То есть ты встречаешь человека, которого ты нигде больше не встретишь. Он спускается из своих апартаментов, и тут ты ему продаешь что-то. Ну, у нас, ну, сплошь и рядом такие примеры. Мы делаем сделки, не выходя из Сити, причем не только продавая недвижимость, которая в Сити находится. Потому что наш клиент, наш инвестор, очень много из них живут именно в Сити. Есть какая-то, ну, реальная там статистика в цифрах примерная, насколько там увеличивается число желающих приехать именно в Сити? И чем они руководствуют? Просто умные люди сегодня фиксируют низкие арендные ставки. Понимаете, сегодня ставка в Москва-Сити примерно равна ставке бизнес-центра класса B, то есть гораздо хуже бизнес-центра. Сегодня люди приезжают, фиксируют на 3-5 лет эту низкую ставку и сидят. Что будет дальше? Я думаю, что все, кто смотрит нашу программу, примерно представляют параметры цен. Давайте, вот сколько квадратный метр в год? Ну, сегодня квадратный метр стоит в районе 35 тысяч рублей. Вы работаете не только на рынке Москвы, но еще и в Лондоне. Предоставляете возможности своим клиентам? Мы мечтаем, но однозначно мы представляем услугу, брокерские услуги в Лондоне и во Франции, на Лазурном берегу в частности. Ну, больше не потому, что мы хотим там жить и работать, и зарабатывать миллионы, а потому что нам нравится Лондон, нам нравится Лазурный берег, и когда выдается возможность поехать еще и поработать там, то есть показать объект нашему клиенту, мы с удовольствием это делаем. Но все-таки мы ставку ставим на российскую недвижимость, на московскую недвижимость. Почему? Ну, я буду банален, если скажу, что мы любим этот город, а здесь вдвойне приятно зарабатывать. Я просто прожил за границей очень долго. Можно я задам вопрос по-другому? Вот если есть инвестор, поскольку мы сегодня с вами в большей степени говорим о неком инвестиционном, чем просто брокерском бизнесе, есть инвестор, он приходит и говорит, слушайте, вот рассматривая варианты покупки недвижимости Москва-Лондон, и условия его входа на рынок, и условия его капитализации, где будут выгоднее? Однозначно капитализация в Москве будет гораздо выше. Вход примерно одинаковый, что в Лондоне, что в Москве. Но мы все-таки московский рынок знаем намного лучше, и нашим клиентам мы заработали за последние, за прошлые 9 лет очень много денег. Лондонский рынок, он взрослый рынок. Там есть определенные законы, которые всегда следуют всеми участниками рынка. А московский рынок, это все-таки еще, ну, уже не так, конечно, как несколько лет назад. Но молодой. Но он молодой. Это в чем-то дикий запад. В чем-то дикий запад. А на входе всегда можно заработать больше. На диком западе можно было заработать больше. И у нас за последние несколько лет Москва изменилась, как и внешне, но я считаю, в лучшую сторону однозначенную, так и в плане бизнес-климата. Кто бы что ни говорил, работать стало легче. Ну, для нас, во всем случае, мне кажется, работать стало легче. И с клиентами нашими, и в плане общения с государственной структурой. Этика стала лучше. Да, этика стала лучше. То есть мы из дикого запада постепенно превращаемся в... В Лондон. В Лондон. Ну, в чем-то, да, на самом деле так. Но пока мы дикий запад, работать здесь интересно. Но для вас, как для бизнеса, московский рынок всегда будет основным? Или вы все-таки думаете поработать в других городах? Ну, пока, если честно, не думаю. У нас были сделки в регионах, были сделки в других городах. Но эти сделки можно пересчитать, понимаете, одной, максимум двух рук. И они были скорее вспомогательные, случайные сделки. А у нас фокус все-таки на Москву. На Москву бежу, в московскую область. Чем вы в бизнесе гордитесь? Я горжусь своими коллегами. У нас очень хороший коллектив. Хотя и Владимир сказал, что ему сложно работать с женщинами. У нас в большей части женский коллектив. Кстати, да, я забыла. Спасибо, что напомнили. Вернуться к этому вопросу. Вот. И я считаю, у нас, ну, большинство нашего коллектива – это хорошая, сплоченная команда, которая в чем-то ощущает себя одной семьей. Я считаю, этим можно гордиться. Последний вопрос к вам. Интервью у кого из бизнесменов, из коллег, партнеров, конкурентов, просто интересных людей вы бы с интересом посмотрели? Я с большим уважением отношусь к моему первому начальнику, Сергею Рябакобылка, из компании. Он в настоящий момент руководит, до сих пор руководит компанией Кушман Вейкфилд. Это американская компания, один из лидеров глобального рынка консалтинговых услуг в сфере недвижимости. Он прекрасный человек, отличный начальник, очень хороший специалист. Я у него многого научился, до сих пор учусь. Я думаю, было бы интересно его послушать. Мне всегда интересны люди в российском бизнесе, которые создали свой бренд. Тинькофф, Рустам Тарико. Рустам Тарико, наверное, я бы предпочел, потому что Тинькофф очень часто выступает. Его можно часто увидеть. Да, Тарико вообще очень редко. А вот Рустам и Тарико. Мы, в принципе, периодически видимся, общаемся, но я бы послушал его историю из его уст. В Москве все знают, ну или примерно знают и читают о нем, как он создал свой бренд с 92-го года. Но я бы из его уст, конечно, хотел услышать, как все происходило. Спасибо вам большое, что вы нашли время и пришли. Удачи в вашем бизнесе. Будем рады видеть вас снова. Спасибо большое. Спасибо большое приходить на футбол. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.